спрашивают очень много про экстраординарные вот грин карты для экстраординарных специалистов значит нужен ли диплом в этой же области и вообще что необходимо в общих чертах для того чтобы экстраординарным специалистам подаваться на грин карту как экстраординарный специалист можно я еще добавлю вот есть такое мнение как бы я часто слышу высказывается что для того чтобы получить green card вот по этой категории если человек например имеет степень кандидата наук в своей стране то как бы очень высокий шанс чтобы можно так упаковать что вот он сойдет вот по этой категории окей экстраординарная категория для получения грин карты это считается ну как бы своими словами или как бы более просто чтобы это объяснить это люди в любой сфере деятельности то есть искусство науки а ну чего хотите программы спорт программисты кто угодно ученые они должны подняться на два процента как бы на высших два процента в своей сфере то есть если у человека уже phd то есть это доктор наук он уже на высоте с небольшим процентом людей в его или ее сфере кроме этого есть как бы 10 основных категорий по которым рекомендуется иметь хотя бы три вещи которые удовлетворяют эти категории но обычно для того чтобы успешно получить green card по этой категории люди представляют минимум 5 а то и 7 из 10 разных требований к примеру публикации какие-то участие в международных выставках высокая зарплата допустим какие-то призы награды которые человек получил членство в престижных каких-то организациях которые только открыты для людей определенного уровня то есть человек должен доказать что он достиг высших два процента в своей сфере в своей стране имеется в виду в своей стране это зарплата должна быть выше средней она должна быть реально высокой а насколько реально вот это все для ну скажем человек вот действующий ученый работает там где-то в ней публикации есть там иногда на конференции ездит высокий шанс а у тех у кого phd есть какие-то публикации конференции так далее шанс очень хороший независимо от специальности да независимо от специальности и нужен ли диплом конкретно по той специальности по которой человек преуспевает обычно нет то есть как бы обычно у людей которые уже на этом уровне у них у всех есть диплом в этой сфере в любом случае но а человек может удовлетворить другие категории то есть у человека диплом не знаю диплом программиста а он вдруг придумал что-то в сфере химии и получил нобелевскую премию естественно ему не нужен диплом в химии